Уважаемые коллеги, то, о чем сегодня идет речь на этой конференции, на мой взгляд, отвечает современным всем требованиям. И мы получаем новое какое-то оружие в борьбе с онкорологическими заболеваниями, независимо от того, где, в каких центрах есть эти исследования молекулярно-генетические, в каких-то они будут в ближайшее время. Но я думаю, что они обязательно будут. Почему? Вот с точки зрения человека с большим профессиональным опытом, Олег Борисович, не так далеко исторически онкорологи обсуждали вопрос, внедрять, не внедрять ПСА. И была такая же ситуация. Где-то делают, это очень дорого, не всем доступно. Поэтому вопрос доступности, я думаю, это дело времени, а то, что это имеет реальный выход в клиническую практику и заменит десятки других исследований менее информативных, появление новых маркеров для различных опухолей, маркеров для оценки течения заболевания, и даст практическому врачу в руки реальные шансы прогнозировать конкретного больного. На мой взгляд, это несомненно. А техническая сторона, я думаю, что она со временем все равно решится, так же, как когда-то было с ПСА. Спасибо. Продолжение следует...